Этот целебный настой ставит на ноги тяжелобольных и даже безнадежных. Он улучшает кислородный обмен и насыщает кислородом все клетки и ткани организма, нормализует уровень холестерина в крови, повышает иммунитет и активизирует защитные силы организма для борьбы с инфекциями и тяжелыми хроническими заболеваниями. Он лечит болезни печени, почек, мочеполовой системы и особенно эффективен в борьбе с энурезом как у взрослых, так и у детей. Помогает от гастрита, болей в желудке, сахарного диабета, лечит болезни сердечно-сосудистой системы, а также эндометриоз, колит и целый ряд других заболеваний. Прежде чем поделиться рецептом, предлагаю вам сразу же поддержать мой канал лайками, хорошими комментариями, подписками. Не забывайте делиться этим видео в социальных сетях. А для рецепта нам понадобится вот это растение, которое можно встретить повсеместно. Это амарант или щирица. Легендарная, но, к сожалению, незаслуженно забытая трава. Амарант был основой питания древних ацтеков и инков. Они делали из него множество блюд, пекли хлеб, варили кисели, компоты, чаи. И благодаря этому были долгожителями. Продолжительность жизни у ацтеков была более ста лет, и до самых своих последних дней они оставались здоровыми, красивыми и молодыми. Царь Пётр I, придя к власти, сразу же запретил населению выращивать амарант и использовать его пищу. По мнению историков, он сделал это, потому что правителю вовсе не нужны были долгожители. Слабыми, больными, безвольными людьми гораздо легче управлять. Амарант был на долгие годы запрещен, и целебные рецепты с этой травой понемногу стали забываться. Настало время вернуть эту чудесную целебную траву в наш рацион. Последние исследования ученых подтвердили, что растение обладает антимикробными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Амарант называют витамином кислорода, потому что он участвует в насыщении кислородом всех клеток и тканей нашего организма. Взять несколько свежих, либо сушеных листьев амаранта. Хорошенько измельчить и заварить горячей водой. Настоять 15-20 минут под крышкой. Процеженный настой принимать перед, либо сразу после еды. Для лечения печени и почек пить по 50 мл 2-3 раза в день в течение 2 недель. Этот же рецепт можно использовать не только внутрь, но и наружно. Для лечения псориаза, экземы, дерматита, грибков и других проблем кожи. А ванны с добавлением настоев и отваров из амаранта в силу за 20-30 минут оздоровят и омолодят кожу, суставы и мышцы. Если регулярно добавлять амарант в ножные ванночки, у вас никогда не будет грибка, кожных болезней, варикоза, артрита, артроза, а ноги станут молодыми и здоровыми.